Добро пожаловать, дамы и господа! С выходом со льда стоит холодильник с пивом. Открыл, закрыл. Да дай посидеть, что дух перевести. Как же хорошо начинается утро. Так, 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 вот она, Counter-Strike, понятно. Ну, у меня оторванный палец просто был, я доигрывал, когда чуть не умер, забил гол. Первый раунд. Напряженная игра. Тихо, 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 тихо. Всем привет. Короче, я начал потихоньку отжимать каналу Баста. Думаю, еще два-три месяца и все шоу тут буду вести я. В общем, пока есть возможность, хочу рассказать вам о том, что если у вас есть карта Тинькофф Блэк, то совсем не важно, какой банкомат перед вами. Вот эта карта лучше, чем та карта, в которую вы раньше смотрели, чтобы искать по городу нужный вам банкомат. Прикиньте, уже 30 миллионов человек пользуются услугами банка Тинькофф. Но не все знают, что с карты Тинькофф деньги можно снимать без комиссии в любом банкомате. А еще с ней можно получить кэшбэк до 30% и переводить деньги на карты других банков без комиссии, через систему быстрых платежей. Короче, внизу под видео на канале Басты будет моя специальная ссылка. Переходите по ней и оформляйте дебютовую карту Тинькофф Блэк. И в чем себе не ограничиваете? Тем более в снятии наличных. Так, идет Вася. Порошел начинать. Он пока тут главный, но дайте мне немножко времени и все изменится. В эфире программа «Вопрос ребром» Фрейк Бабаста. «Местиска-24» у нас в гостях Александр Овечкин. Первый вопрос, друзья. Первый вопрос. У многих звезд шоу-бизнеса, такие как Шура и главный персонаж Короли Шут, у них нет зубов. И я бы хотела узнать, у кого вы взяли эту фишку? У кого из них? Ну не Шура точно. Клюшка-плюшка, шайба точно, да. Не, на самом деле это у всех спортсмены, да, это нормальное явление, получить там шайбой, клюшкой, в драке, выбить зуб. Вот, у меня на самом деле стоит штифт, и после карьеры я обязательно сделаю нормальную себе хорошую улыбку, ну вот. Оно у тебя хорошее, это сай, сай. Не, у меня просто на самом деле все зубы, особенно снизу, они у меня все кривые, все треснутые, поэтому смысла сейчас сделать голливудскую улыбку сейчас нет, потому что ты сделаешь… И будет опять. И будет опять. Скажи просто, мне всегда интересовал этот момент, вот летит плюшка, был момент, что ты понимал, что о-о-о, привет, что в тебя летит просто в лицо, или такого не было? Не, ну, слушай, ты уходишь на лед, ты, слушай, раздачен только на игре. Понятное дело, что какие-то маленькие моменты, когда там шайба там летит, ты об этом не думаешь. Трус не играет в хоккей, да. Вот, ну, слушай, были моменты, когда разбивали просто там лицо, там 50 швов делали. 50? Да. Аплодисменты. Да, ну не мне, не мне. Я в целом о игре. Потому что мне вот Даня Марков рассказывал, что когда на чемпионате мира я играл, что я смотрел игра, что-то у тебя палец. Да, да, да. Он говорит, ну, у меня оторванный палец просто был, я доигрывал. Выиграли же, да? Да, да. Ну, с оторванным пальцем доигрывал просто. Потому что, ну, говорит, это игра, парней не могу подвести. Скажи, какая у тебя была самая страшная драка на льду? Да. Самая страшная драка? Да. Где ты себя потом не узнал, что тебе было неловко от своего, что ты включился в это? Вообще, я как бы не люблю драться. Но если приходится, то, конечно, я могу за себя постоять. Я даже не сомневаюсь. Ну, вот самая, самая такая горячая драка, которая была в памяти вот. В памяти, ну, со свечником в плей-офф. Да. А так, любая драка, она запоминающаяся. Скажи, пожалуйста, а в команде, вот я знаю такую историю, что есть такие парни типа Довгай, да, которые и охраняют, придерживают соперника. Как функционал происходит? Как их находят? Как их подбирают? По какому принципу? Есть ли у вас в команде такие ребятишки? Да, ну, я расскажу историю. Первый раз только пришел, приехал в НХЛ, да, там вообще хоккей сейчас поменялся. То есть более техничных, более таких игровиков, да. Раньше на хоккей был, там, подраться, там, третье, у нас есть звенья, первый, второй, третий, четвертый, да. В четвертом звенье обязательно должен был быть Товгай. А я приезжаю в Америку, захожу в раздевалку, ну, я думал... За какой клуб ты играл? В Вашингтон, конечно. Ну, сразу, да? Да, сразу. Вот, ну, я приезжаю с России, я знаю то, что там в тренировке там бег, тренажерный зал, на льду. И захожу в раздевалку, там висит огромная груша такая, знаешь, борцов для бокса. Да. А я не понимаю, кто там. И он стоит, дубасит, я думаю, что куда я приехал? СМЕХ Он говорит, я вот так вот готовлю сезон, потому что у меня задача не забить голы, а у меня задача именно защищать и драться. Скажи, пожалуйста, а правда с выходом со льда стоит холодильник с пивом? Есть такое, да. Да. То есть ты сам решаешь, хочешь, никто тебе не скажет, да? Нет, конечно. Круто. Заоткрыл, закрыл. Да. Спасибо, аплодисменты. Я в каком-то плане тоже в хоккеисте тогда получается. Здравствуйте, хотела у Вас узнать. До свадьбы у Вас была репутация завидного холостяка и ловеласа. Был ли у Вас опыт ролевых игр в хоккейной форуме? Только честно и всем нам. Честно, ну вот, говорю, не было. Зря. Предлагает? Предлагаете, да? Это вызов, да. Хорошо вы вышли, в такой встоке. Зря, кстати, честно говоря. Не, просто я не представляю, как в хоккейной форме, это ж нагрузка неудобная. И она подняет. С душком, да? Да. Ты просто вот это заходишь, блин. Вот это, вот это. Вот это. А она говорит, давай. А ты такой, да дай посидеть. Что тут перевести? Вы, мягко говоря, неплохо играете в Counter-Strike. Откуда у Вас время, чтобы развивать скилл и часто ли Вы тратите свое время на видеоигры? Раньше, могу сказать, играл. Вот. Сейчас больше не нравится Call of Duty. Вот. Да. Да. И время у меня очень много в поездках. Потому что дома дети, жена, там, ну, быт, можно сказать так. И если есть какая-то возможность побыть с детьми, там, поиграться с ними, я лучше это сделаю. Потому что я знаю то, что у меня, ты приезжаешь в поездку, это недельная поездка, у тебя там, получается, четыре игры. Что делать во время, там, отдыха, да, там, пришел в гостиницу, мы, кстати, мы сразу же бежим в комнату, подключаем, потому что, чтобы поймать себе лучше интернет. Ну вот. И мы все вместе у нас есть в команде, ну, ребята, которые играют тоже в Call of Duty, и мы вот пятером там, четвером играем. А ты сам играешь реально в НХЛ? Очень редко. Редко играю. Ну, слушай, опять... Я сам там играю просто. Слушай, раньше, конечно, когда я был маленький, да, родители покупали мне в НХЛ, я делал себя там, знаешь, развивал, играл, вот. А сейчас хоккея в моей жизни достаточно. А есть игрок, ты есть в игре? Да, конечно. Все, спасибо. Все, и не надо себя создавать больше. Все, просто, просто, я просто говорю до свидания в этих случаях, знаешь, я просто есть в игре, и все. Спасибо тебе, Сань, большое. Расслужено. 100%. Не, ну, на самом деле, когда ты представляешь, ты маленький, играешь, создаешь себя, да, там, ты видишь, а потом раз, твоя фамилия, там, я был на обложке несколько раз, то есть, такой, знаешь... Детские, детские приколы. Да, приколы, да. Следующий вопрос, друзья. Здравствуйте, Василий, здравствуйте, Александр. Александр, когда вы выиграли Кубок Стэнли и были в Белом доме, что вам на ушко шепнул Трамп? Передай привет Владимиру Владимировичу. Спасибо. Спасибо. Здравствуйте, Александр, здравствуйте, Василий. Я был в Лос-Анджелесе в тот день, когда Леброн побил рекорд по очкам и просто сознательно не пошел на игру, тупанул жестко. Скажите, пожалуйста, какой день вы планируете побить рекорд грецкий, чтобы я не проебал этот момент? Ну, слушай, я думаю, то, что это произойдет не скоро, вот, у меня, я думаю, три года контракта, надеюсь, то, что на третий... А какой сейчас разрыв? Семьдесят... Сколько? Семьдесят две. Семьдесят две, вот, семьдесят две шайбы. Да я думаю, сделаешь. Да нет, ну, вот, самое главное, чтобы было здоровье, видишь, в прошлом году получил несколько Трамп таких, которые пропустил. Ну, все равно, вот, задача, которая была поставлена перед, ну, индивидуальная, я имею в виду, там, забить сорок голов... Сорок шай, да, ты закинул? В том году, сорок две, сорок две, по-моему. Афигеть, аплодисменты. В этом году, понятное дело, то, что каждый гол, знаешь, будет о нем говорить, там, будет уже... Ну да, я слежу, и все там, он приближается. Да, приближается, там... Давит на тебя это, скажи, чуть-чуть, психологически, ну, так... Ну, не психологически, слушай, вот, я знаю то, что каждый раз я даю интервью, этот вопрос будет. Да. То есть, что нового они хотят услышать, я не понимаю. Ну, это у Фролова вопрос, блядь, что ты хочешь услышать? Дата мне нужна? Нет, дата, ну, как я могу дату тебе сказать, ну... Через два года приходи. Через два года, да. Через два года посмотрим. Спасибо. Будешь там стоять, мы тебе, если будет приближаться, мы тебе купим билет, и будешь стоять, вопрос ребром вот так. СМЕХ Я Фрол, я спрашивал про это. АПЛОДИСМЕНТЫ Все, забились, Митя, запомни Фролова. АПЛОДИСМЕНТЫ Ты видишь, ты уже билет себе оплатил. Через Таджикистан полетишь, там пересадка, ну, короче, будешь еще полгода лететь, короче. Мы сейчас открыли вместе с Фонбет сайт Великой Погони. Да. Вот, и там это все будет подробно написано. Да? То есть будет именно пурашить и слежка, да, как ты... Ну, слежка, да, там... Отчет. Видео, отчет, да, то есть там будут разыгрываться всякие призы, и, ну, вот, прикольно будет. Фрол, ну, если ты там проебешься, если ты там уже не будешь следить за этим, тогда мне нечего тебе сказать. Мы тебя отправим. Мы тебя отправим. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 По некоторым источникам СМИ на одном из ваших матчей ваш удар пришелся прямо в грудь одной известной звезде фильмов для взрослых, Мия Халифи. Вследствие чего ей пришлось удалить и заменить имплант. Скажите, что вы чувствовали в тот момент, и поддерживаете ли вы общение с Мией Халифой? Поддерживаете? Конечно, поддерживаете. И супруга такая в этот момент. Так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так. Вот она, Counter-Strike, понятно. Да. Не, ну, мне это сказали, но, скорее всего, это был не мой удар. Вот. Там спорный момент. Да. На самом деле она хоккейная фанатка. она смотрит с Вашингтоном за любыми игроками, которые там... Она сама же, по-моему, во Флориде, да? Да. Вот она, по-моему, закончила свою вот эту индустрию. Карьеру. Карьеру, да. Ушла она на отдых. На отдых, да. На скамейку. Замуж вышла и развелась. Да? Да, по идее, да. За повара вышла замуж и потом развелась. А, ну, вот и... Такой удар в грудь. Такой удар в грудь, конечно. Вот. А так, слушай, ну, она приходила, фотографировалась со всеми игроками. То есть, ну, она реально фанат хоккея. Ну, Ева Элфи тоже Ваша большая фанатка. То есть, индустрия очень сильно подтягивается к хоккею. Ну, да. Блин, ты так много знаешь про них, про всех. Ну, да. Спасибо, Эльдар. Она прорабатывает какой-нибудь сценарий фильма просто. Я захожу в раздевалку к хоккейной команде и закрутил из-за взялась. Аплодисменты. Спасибо. Александр Михайлович, Майкл Джордан, будучи успешным баскетболистом, уходил в бейсбол и хотел развиваться там. Хабиб Нурмагмедов играет в футбол. А были ли у Вас мысли насчет того, чтобы уйти в какой-то другой вид спорта? Или, может быть, такой вид спорта и есть, который Вы придержали на свою пенсию? Ну, у меня была мечта сыграть за Московского Динамо в футбольном клубе. Есть. Запах. И в прошлом году мы сыграли. Я сыграл 10 минут, чуть не умер. Забил гол. Забил ты? Забил, да. Причем, слушай, на самом деле, разминка хоккеиста и разминка футболиста – это совсем две разные вещи. И я выхожу на разминку, думаю, ну сейчас там попинаем мячик, знаешь, там побегаем ножки вперед. Я устал. У меня просто вытекло все, то, что я выпил за лето. Я не мог отдышаться. И мне говорят, ну все, там у нас перерыв 10 минут, и все, идем на матч. Я пишу, я позвал там семью, там друзей, там все. Все. Эвакуируйте меня. Да, я говорю, ребята, все, я умираю. Все делать. И хорошо то, что я там был с Федей Смолот. Я сначала побежал туда, ну знаешь, адреналин. Давал огня, давал огня. Адреналин, да. Только я пробегаюсь, я такой думаю, е-мое, все, я не смогу сейчас, надо замену. Я смотрел на Смола, смол спокойненько, раз, туда пробежался, раз, туда пробежался. То есть я, ну, понял то, что мне нужно действовать так же, как и он. И вот я вот 10 минут своих проиграл. У меня был один момент, я забил, и с легкой вообще душой ушел на... Кстати, ты же понимаешь, что если футболист станет на коньки, он умрет просто за 3 минуты. Я просто, у меня дедушка играл в Бенди. Да. В Академии учился, гражданской обороны. И, ну, как бы, на коньках, ну, стоял просто. И я представляю, что во всем, в обвесе, который есть у хоккеиста, это футболист любой бы умер за 2 минуты, я думаю. Ну, причем, футболисты, кстати, часто сейчас играют в хоккей. Ну, это разные нагрузки, конечно. Разные нагрузки, стереотип нагрузки разный, да? А ты в Бенди играл когда-нибудь? Нет. Говорят, просто адская игра. У меня в Томске два знакомых играли в Кемерово. Играли в Бенди. То есть Бенди – это футбольное поле залитое. Да. Где играют на... Ну, как русский хоккей называется. Ну, да. 2 по 45, да, они играют? Ну, 90-минутник, да, по-моему? По 30 минут. Ну, то есть просто игроки не на маленькой коробочке, но и все игроки вот такие маленькие. А, мне Кузя рассказал. Говорит, поехал, просто предложили, говорит, поиграть. Я думаю, ну, сейчас выйду, разорву. Говорит, просто умер. Там они так... Я просто спокойно пока катился. Ну, круто. Спасибо большое. Спасибо вам. Спасибо вам. АПЛОДИСМЕНТЫ Насколько тяжело 37 лет заниматься хоккеем? Ты со скольки лет первый раз тебя выкатили на лед? Первый раз, я думаю, я встал лет, наверное, в 7. Но я поздно. В 7, может быть, даже 8. Я поздно начал заниматься. Вот. Ну, на том были обстоятельства там. Да. Слушай, я каждый раз, когда вот начинаю тренироваться, особенно после хорошего отпуска, ты думаешь, а зачем мне это надо? Ну, просто там бегать кроссы, ходить в зал, там, потеть, там, еще что-то. Ну, блин. Но сам понимаешь, что когда ты начинаешь уже втягивать свой процесс, ты понимаешь, что получаешь кайф. Вот. Тяжело ли 37 лет? Ну, конечно, сказывается чуть возраст, сказывается уже то, что... Я уже проходил это снова, и снова, и снова, и снова уже. Хочется, блин, как же, вот, не просыпаться там в 7 утра, ехать на тренировку. Хочется проснуться, там, пойти где-нибудь посидеть, открыть пиво на завтрак, знаешь. Да. Ну, или там... Пожить хочется, да. Пожить хочется, да. Там, или просека выпить, знаешь, как говорят. Да. Как люди. А жить-то когда? Как наша одна знакомая говорит, как же хорошо начинается утро. Да. Как мне дочка старшая говорит, школа, тренировки, все. Она говорит, когда я жить буду. Ну, вот. На самом деле, жизнь спортсменная коротка такая, да, и никогда не знаешь, когда она закончится. Да. Вот. И нужно наслаждаться каждым моментом, пока тебе скажут, все, ты уже не тот, давай, до свидания и отдыхать. По сколько лет хоккеисты уходят на пенсию? Ну, все по-разному. Если сейчас посмотреть, Яромир Ягр играет, сейчас ему 52, что ли, 51 он еще играет. Кто-то заканчивает, там, 20 лет. Вот, сейчас несколько ребят закончили, там, 35-34 года. Ну, у всех разные же, там, травмы, может быть, надоел уже хоккей, да, устал. В общем, так, скорее всего, там, 36-37 лет. То есть, мы можем уже заканчивать, на самом деле. Вы рекордсмен по зарплате за всю историю в НХЛ. В 2008 году вы перезаключили договор с клубом, где общая сумма составляла 124 миллиона долларов. Каково ощущение человеку жить с такой суммой денег, вообще понимать, что денег у тебя до задницы? На что вы их вообще тратите? Ну, не 124, но вот, надо вычесть налог. То есть, минус 50, да. Ты уже сказал, какой налог там сразу на зарплату просто. Какой там налог? Половина сразу. Половина уходит сразу. 50% там налог. Ну, если брать образные. Вот, а так живется неплохо. А на что тратите-то эти деньги? Ну, на жизнь. На что еще тратите? На скины в Counter-Strike. Да, на скины, там вот это все. Нет, но тратим на... Вот сейчас мы строим дом. Что еще? Ну, квартиры купили там. Ну, что, машины. Ну, просто захотели поехать куда-то отдохнуть, поехали. Этих денег хватает? Ну, да. Спасибо большое. Александр, для получения такого невероятного успеха, бешеной популярности и мощнейшей карьеры чем вам пришлось пожертвовать? Ну, детством, потому что у спортсменов такого детства, как у большинства людей, нет. Потому что тренировки, тренировки, одни тренировки. Соответственно, друзья бегают во дворе, играют в мячик, а ты едешь на тренировку играть в хоккей. И так каждый день на протяжении там... Всей жизни. Всей жизни, да. Спасибо большое. Спасибо. Добрый день, Василий Михайлович, Александр. У меня такой вопрос. Александр, что же вам все-таки роднее? Вашингтон Кэпитолс или Динамо Москва? Вы часто говорите, что Динамо Москва, но те, кому роднее Динамо, они здесь, в Москве, а не в Америке. Жесткий поварок. Жесткий, да. Убрать его, Саня? Нет, почему? Слушай, но Динамо для меня всегда будет на первом месте, потому что у меня вообще семья Динамовская. Но я в России в другой клуб никогда не играл, а так получилось, когда у тебя есть мечта играть в НХЛ и попробовать свои силы в лучшей Лиге мира. Почему? Жалко, что там Динамо не может приехать. Игра бы за Динамо там. Ну вот. А так, конечно, Динамо у меня на первом месте, она всегда будет. Ну, как везде. У всех… Альма-матер. Да. Ну, у всех великих игроков, которые там играют, даже тот же Месси, да, он говорит, что для меня родной его клуб в Аргентине. Да. Хотя он воспитывался в Барселоне. Ну, здесь, что можно сказать… Это первая любовь. Он развивается, да, он развивается, хочет идти на лучший уровень, поэтому здесь нормально все. Спасибо большое за ответ. Следующий вопрос. АПЛОДИСМЕНТЫ На одном из интервью ваша жена сказала, что с появлением старшей в моей жизни я научилась варить борщи, крутить котлеты, готовить ежиков и вистроганов. А на что же вы готовы пойти ради своей второй половинки? Как вам удавалось намекать ей на то, что пора бы научиться и неплохо было бы готовить все это? Или же вы не намекали, а говорили прямо? Нет, ну, я ничего не намекал. Просто говорил. Да, просто сказал, хочу борща. СМЕХ Не, ну, на самом деле, Настя в этом плане молодец, она реально… Когда мы начали встречаться, когда мы начали жить вместе, она начала готовить, начала брать какие-то там уроки, знаешь, что-то онлайн в Ютюбе смотреть. Я не знаю. Вот, и, в принципе, она готовит очень вкусно. Ну, не в принципе, она готовит очень вкусно. И после каждой игры там она делает, что тебе сделать? Там курицу, беточки, вот, борщик. Да, ты говоришь, я уже есть захотел. Да. Что тебе сделать? Курицу, беточки, борщик? Ну, еще и полезно должно быть. Конечно, полезно, конечно. Да, все только полезно. Супер. А что я готов сделать ради нее? Да все. Да все. Есть. А это женщины радуют это. Конечно. Конечно, конечно. Здравствуйте, Василий. Здравствуйте, Александр. Александр, вопрос к вам. В России, если болельщики недовольны решением арбитра, они кричат, судья пидорас. А что кричат в США? Судья пидорас. Они кричат refuse suck. И все. А что это значит? Refuse suck. Ну, то же самое. Пример то же самое. Только на английском, да. Хорошо, спасибо. Яроснив, скажи, пожалуйста, вот интересует, что яроснив болельщики в Америке, как они поддерживают и как они проклинают, как происходит переключение людей? Слушай, ну, если брать хоккей, там американский футбол, да, бейсбол, то там приходят с семьей, то есть там какая-то другая культура боления. У нас здесь пришли, встали на фанатский сектор, там кричалки, а там такого нет. То есть там сидят, смотрят, пьют пиво, там, может быть, какие-то больше, я не знаю, водку, там, я не знаю, какие-то коктейли. У нас такого нет. Во-первых, у нас запрещено это, а там люди по-другому болеют, они как бы более культурные, что ли, так можно сказать. Ну, такой семейный клуб по интересам, да? Да, да, да. А в Америке вообще перед игрой американского футбола там приезжают люди в 8 утра, делают барбекю, ставят там музыку, диджеи. То есть там вот эта культура, ну, я вообще обожаю, когда есть выходной и поехать на американский футбол, там, поесть сосиски, там, сделать стейк, выпить пиво. Круто. Да, посмотреть, пойти потом, посмотреть игру. То есть, ну, вообще полный кайф. Спасибо. Спасибо. Здравствуйте, Василий, здравствуйте, Александр. Сегодня какой-то вопрос у нас, Динамо Дэй. Да. Александр, у меня вопрос к вам. Ни для кого не секрет, что вы очень много забиваете голов в НХЛ, особенно вонтаймеров. Но, как вы считаете, насколько ваш снайперский успех зависит от вашего партнера Николаса Бэкстрима? Ну, вообще все зависит от команды, это же командный вид спорта, да. Бэкстрим, Кузи, там, сейчас у нас Стром, все хорошие центры. Понятное дело, потому что, если они чувствуют игру, намного легче забить, потому что они могут и хорошо отдать, и создать хороший момент. Дружу я с Кузией, и мне было до слез, как он рассказывал, как ты его поддержал, братец. Он говорит, когда я приеду, я ехал играть в Вашингтон, так, и мне было просто страшно, я не знал, говорит, и вот, ну, как мне сначала не получалось что-то, и я просто охренел, как меня, ну, Саня просто поддержал по-братски, по-отцовски, просто и дал мне, ну, веру в себя. Ну, слушай, я тоже, когда приехал, мне, представляешь, я приезжаю, дома все хорошо, да, там, хорошая зарплата дома. Да. Вот, Москва. Да. Приезжаешь туда, и ты понимаешь, что у тебя ни языка, ни друзей, вообще никого нет. И у нас в команде был Даню Зубрус. Да. И он меня взял под свое крыло, поэтому меня очень сильно помогло. И когда приезжали русские ребята, молодые, да, но я сразу ставил их себя на их место и понимал то, что без какого-то совета, без какой-то либо помощи, ну, им будет тяжело. Ну, Кузя хороший пацан. Да, Кузя вообще шикарный. Тоже, да, пример, пример такой мечты и веры в хоккей, да, у него история тоже классная. Конечно, да. Ну, вообще жил, считай, на… Да, у него, он приходил с дедушкой, дед привозил, тренировался, он, короче, тяжелая история. Да. Ну, классная. Тебе, вот он мне рассказал просто, говорит, Саня так меня поддержал, что… Прямо час он об этом рассказывал, говорит, и если бы не Саня, я бы не знаю, как бы, сколько мне сил потребовалось бы собраться. Так что тебе респект, спасибо за это. Аплодисменты. Александр, у меня активный вопрос. Ты являешься топ-5 игроков NHL по силовому показателю. Вот в связи с этим вопрос. У нас есть в России поп-ММА промоушены. Ну, есть парочку топовых. Вопрос такой, за какой гонорар и с кем бы ты вышел, чтобы поломать какую-нибудь селебу? Фух. Гонорар. 124 миллиона. Да. Без налогов только, без налогов. Да нет, ну, представляешь, вот ты выходишь, надо же готовиться, надо… Да. Ну, тяжело, во-первых. Во-первых, тяжело. Во-вторых, не дай бог, там пропустишь и вот… Да. Монгол выйдет какой-нибудь. Ну, да. И вот будешь ходить с ними. Ну, я тебе больше скажу, я сам являюсь кулачным бойцом и наши гонорары по сравнению с вашими очень маленькие. Вот примерно хотя бы, примерно сумму скажи, за какой бы вышел и с кем. Ну, если сегодня за счет придется платить тебе, я знаю потенциального соперника, в принципе. Не, гипотетически… Тем более оппозиция хорошая. Не, гипотетически… Не, гипотетически… Сколько вот, может быть, ты бы вышел… И понятно, что не выйдешь, но вот какую сумму ты… там… 5 миллионов долларов. Ну, вы чтобы… Прям сейчас. Прям… С Джараховом можно. Где Джарахов? Фейс-то-фейс, давай сделаем. Я за 5 миллионов долларов готов быть просто избитым. Класс. Не, готов выйти вот так. Делаем. Спасибо. Добрый день, Василий, Александр. Александр, такой вопрос. На прошлый день рождения вашего сына вы заказали живого крокодила. Скажите, вы не считаете ли это неправильно использовать диких животных в таких целях? Ну, мы же их не убиваем, это там была игра такая. Знаешь, вот… Засовываешь руку и узнаешь, что там… Засовываешь руку и узнаешь… Ну, в коробку. У крокодила. У крокодилов. У крокодилов. Да, маленький. А мне понравилось, хорошая игра. И там крокодилы и пума, да? Засовываешь руку и узнаешь там, так раз. И узнавать нечем. И такой, я не знаю. Да. Спасибо. Да, пожалуйста. Ну, а что, ну, суждите. Суждите, у меня дочка была из фанатки Капибары. Знаешь, Капибары? Нет, да. Ну, это что это такое? Это вот как… Это большой хлебушек. Да, большой. Это как хомячок. Такая вонючая дрянь просто. И все. И мы договорились там Капибару, чтобы на день рождения. Пришла, и она такая… Подходит ко мне. Ну, такая вонючая, что ты… Мне кажется, животных… Ну, что… Не самое… Не самое плохое для животных, что может быть. Конечно. Мы же там не убиваем их. Да, Слава? Не живи, как животное, хорошо? Займись спортом. Поехали дальше. Не смогли вместить всех людей, которые хотели задать свой вопрос. У нас есть еще заведение, куда люди, которые хотели задать вопрос, могут прийти и оставить свой видео вопрос на экране. Угу. Всем привет. Меня зовут Руслан. Я нахожусь в ресторане «Горилла Байбаста» в городе Краснодар по адресу улица Мира, дом 1. И у меня вопрос к Александру Овечкину. Недавно с вами во главе команда «Легенд хоккея» обыграла команду блогеров со счетом 10-8. И вопрос – как звезды «Легенд хоккея» могут пропустить 8 шайб от хер пойми кого? Да легко. Достойный ответ. На самом деле мы сделали такое шоу для детей. Там же с нами дети были. Вот. И, понятное дело, что мы не в полную силу играли. Родители тоже приходили, смотрели. Ну, это чисто было такое шоу. Да. Спасибо большое. А так в легкую можно пропустить и 8, и 12. Слушай, у меня там сын забил два гола. Вот тоже можно было вопрос. Как пятилетний, четырехлетний мальчик может забить два гола взрослому вратарю? Потому что большое сердце. А были драки с детьми? Когда сам был ребенком? Да. Когда был ребенком, конечно, почти каждую игру у нас драки 5 на 5, там команда на команде. Я до сих пор проигрываю. За врагов, кстати, можно в детский хоккей отдавать смело, да? Ну, побрить, побрить. Да, пацанная лошадь. Да нет, просто мальчик с этим, с гормональными нарушениями просто. Сейчас мы сыграем с Александром Овечкиным в настольный хоккей. Если выигрываю я, мы называем блюдо в честь Александра. Если я проигрываю, называем блюдо в честь Джарахова. И это блюдо появится во всех меню наших ресторанов. Добро пожаловать, дамы и господа! С какие играем-то, кстати? До трех. До трех? Первый раунд. Вася! Напряженная игра. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Шайба у ворот Василия Михайловча. Ну что, первое блюдо. Очень ненапряженная игра. Супер скучно, блюдо сейчас. Самое время для чирлидерши, нужна поддержка, выходи вперед Ой-ой-ой Да попади-то Ты все хочешь забить сам? Блин Два, ноль Скидывать Человек с маленькой клюшечкой Меня так на районе называют Женщины Да Ну ты хоть или дай мне шайбу Блин, прикольно у тебя получается, не думал в хоккей играть? Три ноль Дорогие друзья Ждем вас здесь на Фэнкбайбастов Ответы, маленькие ребрышки Джарахова Дорогие друзья Сейчас, сейчас произойдет тот самый момент, когда мы должны будем решить Сейчас будут голосования Если Александр сегодня был замечательным, удивительным, внимательным, классным, честным, приятным Вы поднимаете красного дракона И за счет сегодняшнего ужина плачу я Если же Александр был не так хорош, был лживым, пытался нас одурачить, вы понимаете, черную свинью И за сегодняшний счет заплатит Александр с учетом налогов Вот Итак, друзья, ваше мнение Голосуем Ну понятно, спасибо Спасибо большое У нас гостяк был Александр Овежкин, человек-легенда Великий спортсмен, аземляк и просто отличный друг Сейчас я оплачу, Сань, сейчас принесу Принесли, да? А сколько там взяк? Сейчас посмотрим 179, Сань 179 косарей будет Неплохо А чей вы кто оставит? Я, естественно, полностью нагрузка идет Проиграл Шеридали Ну это вот непонятная часть шоу, честно говоря, бля Такая, ну... Пытаюсь говорить, что в ней нет моторики И мне особо ничего не интересно Ну, с людьми здесь не поспоришь Соединение с хостом Встретимся под мостом Соединение с хостом Встретимся под мостом Понял? Ударение меняешь и рифма клеится сразу Обмен данными Операция одобрена Ударите карту Аплодисменты нашему гостю Александру Ильичу Спасибо большое Спасибо Спасибо